Футболисты Рубина В середине первого тайма у них даже была возможность восстановить равновесие. Но в этом эпизоде арбитр зафиксировал фолл в атаке. Рубина двоить преимущество сумел к концовке тайм, а Рандон переиграл Андерсена 2-0. В перерыве мы спросили себя, почему мы так действовали 45 минут, обсудили это между собой. И мы решили, что можем действовать быстрее и агрессивнее, даже если победить уже не удастся. И вышли на второй тайм. Подопечные Колина Тодда уже с другим настроением. Играть начали активнее. Рубин же наоборот скорее расслабился. К середине отрезка датчане отквитали один мяч. Казанцы ошиблись в обороне. Промахов у Рубина после перерыва становилось все больше, как и опасных моментов, создаваемых хозяевами. Несмотря на попытки обеих команд, больше забитых мячей зрители не увидели. Успокоились во втором тайме. Я думаю, что соперник показал всю силу, которая у него есть в атаке. И нам было очень сложно. Ну, слава богу, что выиграли. Был план на игру, но нас за него наказали двумя голами. Мы были несколько подавлены, и таким был для нас итог первого тайма. Но во втором я верил, что мы забьем. И мы сделали это. Мы завладели мячом, и нам не повезло. Мы могли забить второй мяч. По словам Колина Тодда, счет 1-2 для Раннерс не критический и позволяет оставаться в игре, которая продолжится уже меньше, чем через неделю. Ответная встреча пройдет в Казани 8 августа. Для выхода в групповой раунд Лиги Европы Рубин устроит и ничейный счет. Вот только болельщики вправе требовать продолжения победной серии в Еврокубках, которая теперь насчитывает в три матча. Ольга Нождина, телеканал АйТиВ. Радостная новость пришла из стана Рубина. Александр Рязанцев поможет команде в матче четвертого тура против столичного ЦСКА. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС приостановил дисквалификацию полузащитника. Напомним, Рязанцев заработал удаление на старте чемпионата России в игре с Кубанью. Спортсмен грубо сфалил на нападающем хозяев Бальде. За это восьмой номер Казанцев две игры уже пропустил с Зенитом и Териком. Теперь Хавбеку назначен испытательный срок продолжительностью три месяца. Всеволод Боркин, Ольга Нуждина, телеканал АйТиВ. Экс-форвард Акбарса Ника Капанин в предстоящем сезоне будет выступать за Пражский Лев. Новость о переходе была размещена на финском интернет-портале Ели Спортен. Официальный сайт чешского клуба информацию пока не подтвердил. Отметим, что Капанин имеет огромный опыт выступления в КХЛ. В составе Акбарса нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и внес в копилку клуба более 150 очков. Контракт с бывшим работодателем был расторгнут по обоюдному согласию. За Лев будут выступать еще два бывших Барса Николай Жердев и Петри Веханин. Уже 15 августа чешский клуб сыграет против Акбарса в рамках предсезонного турнира в Праге. Кроссовок Янову Юкаса, мяч с автографами игроков Уникса, шарф болельщика и вымпел с символикой Казанского клуба. Увидеть, потрогать и купить эти экспонаты может каждый любитель баскетбола. Сегодня стартовал благотворительный аукцион «Радость детства». И все средства от продажи лотов будут направлены на нужды детей с онкологическими заболеваниями и детским церебряным параличом. Баскетбольные команды «Уникс» предоставили все лоты, и этот в том числе, на электронный аукцион, интернет-аукцион нашему фонду, для того, чтобы все средства от продажи данных экспонатов пойдут на строительство, на реконструкцию реабилитационного центра в селе Бессонова. Реабилитационный центр для детей с диагнозом ДЦП. Я уверена, что вещь, которую носил сам Ян Юкас, уйдет по баснословной цене. За обувь 52-го размера с подписью греческого форварда «Белозеленых» придется выложить минимум 5000 рублей. С той же суммы начинаются и торги за мяч с автографами игроков, которым на протяжении сезона играли баскетболисты. А вот фанатский шарфик стоит в разы дешевле. Стартовая стоимость – 500 рублей. Но это не предел, ведь на любом аукционе нет фиксированной цены. Эту акцию поддерживают и другие коллективы спортивной столицы России. Например, хоккейный клуб «Акбарс» уже представлял клубную атрибутику и клюшки игроков. А в ближайшее время к благотворительности планируют присоединиться и футбольный клуб «Рубин». Юлия Смирнова, Владислав Поташников, телеканал АйТиВи. Волейболистки «Казанского Динамо» вышли из отпуска. Накануне чемпионки России возобновили тренировки. Предсезонная подготовка началась в поселке Мирный, где собрались 19 спортсменок. На этих сборах в полном составе принимали участие члены молодежной команды во главе с Юлией Хамитовой. Из основного состава к дублерам присоединились Воронкова, Малькова, Попова и Росомахина. Занятие волейболом в эти дни девушки разбавят кроссами, а также игрой во флорбол. Решат Гелезудинов разделил спортсменок на три команды. Получив клюшки, они с удовольствием начали осваивать новый вид спорта. Уже через неделю в группе присоединяется блокирующая Регина Мороз. А 1 сентября к тренировкам приступят Гамова, Уланова и Дель Коре. Последними в клуб прибудут Бородакова и Ларсон. Возвращение сборниц ожидается в октябре. Анвар Габдулин, телеканал АйТиВи.